Ох уж эти инди-хорроры, это практически как открывать лутбоксы, ты никогда не знаешь, что тебе попадет полое дерьмо или что-то стоящее. И сегодня нам попался The Park, хоррор от компании Fancom, знать который вы можете по довольно-таки удачной серии игр The Longest Journey, или нажумевшей, но совсем неудачной Conan Exiles, о которой я обязательно когда-нибудь вам тоже расскажу. В свое время The Park был довольно-таки интересным ходом от Fancom, так как никто не ожидал от них хоррора. Как вы думаете, удачный ли это был ход? Конечно же нет! Но сначала реклама самого себя. Моя группа вконтактике, анонсы стримов, мемасики от подписчиков, актуальные видео. Подписывайся или ты пи... Ссылочка в описании. Всем респект, братва, с вами Мрадир 120 Гигабайт, и сейчас я сделаю то, что будет совершенно неуместно. Когда я вижу название игры The Park, я вспоминаю одну замечательную игру от компании Bullfrog, которая называлась The M Park. Блять, как же было охуенно тогда. Я снова хочу быть маленьким, играть в свою Sega Mega Drive, вот в эту замечательную игру, а не делать обзор на какое-то сранное, никому не нужное дерьмо. На самом деле, эта игра не так уж плоха, но у неё есть две ярко выраженные проблемы. Причём первая является проблемой исключительно из-за второй. Итак, первая проблема это цена. Игра стоит 539 рублей, а за бугром вообще 13 баксов. Что было бы вполне нормальной ценой, если бы я не прошёл эту игру за 80 минут. Как проебать 13 баксов за 80 минут? Спроси фанком. Внимание, далее ролик содержит спойлеры, так как я решил показать вам прохождение полностью. Если вы не хотите себе спойлерить эту игру, забейте, она не стоит вашего времени. Лучше воспользуйтесь тем, что я потратил на него своё. Если вы ещё не знаете, то события в игре происходят в мире MMORPG The Secret World, в которую я, конечно же, не играл. Только не надо сразу говорить, вот, если ты играл, тебе бы игра понравилась. Давайте оценивать The Park обособленно. Хотя бы потому, что продаётся он тоже отдельно. В начале игры нас сразу знакомят с наркоманского вида главной героини и её компризным спиногрызом по имени Каллум, который интересуется, где его медвежонок. Маманя, как и подлежит рабыням всех спиногрызов, обещает отыскать его, а мы тем временем узнаём, что в игре очень медленная ходьба. Приблизившись к работнику парка, мы убеждаемся, что играем законченную героинщицу, так как ловим наркоманский приход. Работник парка тем временем просит нас не винить себя, заморачивая нас ещё больше. Кроме того, мы узнаём, что главную героиню зовут Лоррейн. Спиногрыз тем временем решает сам взяться за свою проблему и сбегает из тачки на поиски своего медвежонка. Маманя, вместо того, чтобы забить болт и поехать домой обкалываться опиатами, отправляется на его поиски. При этом бегать по эскалатору она не умеет, здоровье-то хуёвое. Не понимая, почему эскалатор такой медленный из-за наркотиков или того, что разработчики специально затягивают время прохождения, она ловит очередной приход и парк становится мрачным, как подъезд до Омска, где она кололась в детстве. Не понимая, конечно же, что происходит, она всё пытается найти непослушного ублюдка, которого стоило бы отдать детдом сразу после рождения. Мы тем временем понимаем, что для того, чтобы понять сюжет игры полностью, нам необходимо читать оставленные повсюду нудные записки, написанные очень мелким шрифтом. Сыночек тем временем сваливает от нас на лебедя в какую-то пещеру. Мамаша, естественно, решает отправиться за ним. После того, как лебедь трогается, мы понимаем, что его скорость при движении равна примерно 1 126 скорости человека в метро. Вообще непонятно, как мелкий подонок так быстро от неё свинтил. Вероятнее всего, он стащил мамин амфетамины и скормил их своему лебедю. В пещере тем временем нам рассказывают сказку братьев Гримм Гензель и Гретель, которую мы все и так знаем наизусть. Тут же происходит первая попытка нас напугать. Подождите, это что, блядь, Чип и Чип и Дейл? После этого нам становится понятно, что бояться тут можно только одного, это искусственного затягивания игрового процесса. В справедливости ради стоит заметить, что меня порадовала развязка истории с Гензель и Гретель, которую в детстве либо я не слышал, либо мой мозг решил избавиться от травмирующих меня воспоминаний. После того, как дети закидали ведьму в печь, обожравшись конфетами и обезумив на фоне диатеза и переизбытка сахара в крови, они сожрали испечённой в печи ведьму. Молодцы! Тут, видимо, снова в попытке нас напугать, к нам поворачивается голова лебедя и говорит... Бля, чувак, мне так впадло вообще, души не ему, как мы через всю эту пещеру проплыли, а? Мы же отправляемся дальше на поиски малолетнего дебила под наркоманские размышления мамаши с налётом инцеста. Позже мы находим, наконец, мишку спиногрызанного, которого всем уже стало похуй к этому моменту. Тут же мы находим очередную неудачную попытку нас напугать и записку, написанную эпилептиком во время припадка. Далее мы приходим к аттракциону, который в детстве мы называли Блеватрон, и в нас просыпается детское желание на нём прокатиться. Для этого нам, блядь, надо сначала его остановить, к слову, не самый интересный процесс. Во время поездки на аттракционе мамаша снова накрывает, ей чудится Гринч, который пять лет просидел на метанфетамине худшего качества и решил сменить профессию с похитителя Рождества на волшебника. Мы в страхе сваливаем оттуда, в попытках найти своего сына, но находим очередную записку. Браво, разработчики! Наконец-то вам удалось хоть немножко меня напугать в этот момент. Тем не менее, я так и не понял, кто это был и нахуя. Мы же приходим к моему самому любимому в детстве аттракциону автодрому. Довольно просто отыскав на нём нужную нам машину, которая единственная стоит с включёнными фарами, мы запускаем катсцену, в которой невидимая женщина устраивает адское ДТП. Фары разбитой машины указывают нам на лестницу, по которой нам следует двигаться дальше. Спасибо, разработчики. Я снова чувствую себя дебилом. Видимо, потраченных на эту игру 13 баксов для этого недостаточно. Дальше наша мамаша в наркотическом флэшбеке вспоминает историю, делая выводы, с которой мы понимаем, она озлоблена на весь мир, в том числе и на своего сына. Это делает многие из дальнейших событий довольно предсказуемыми. Мы приходим к колесу обозрения, на котором нас даже не пытаются испугать скримерами, зато всё длится очень долго. И мы узнаем историю о том, как муж нашей главной героини отъехал. Было бы очень грустно, если бы она не была такой мерзкой наркоманкой. С другой стороны, можно посмотреть на её состояние как наследствие после родовой депрессии. Мне искренне хочется верить, что разработчики пытались затронуть именно эту серьёзную тему. В противном случае, игра не будет нести в себе никакой ценности. Мы тем временем находим билет на американские горки и ценим ещё один скример. Ебать! Ебать! Пизда! А мамаша тем временем читает пост за кадром из паблика в Child Free. Про то, что она в шоке от того, как все любят своих детей, хотя являются их рабами. Что эти маленькие ублюдки высасывают из себя всю жизнь. И при этом никакой благодарности. В общем, теория о послеродовой депрессии хорошо вписывается в этот момент. Либо же она просто конченая мразь, что тоже вариант. Заканчивается речь выводом, что если бы она бросила сына, это было бы охуенно правильно. И я с ней согласен. Но мы продолжаем искать сына и приходим к американским горкам, на которых нас катает наркоман Гринч, рассказывая, что сына забрала ведьма. Мамаша снова флэшбечит, и я скажу, что этот флэшбек самый забавный из всех в игре. Я рожаю! Я рожаю, блядь! Нахуя? Мама мне говорила, говорила, предохраняйся, предохраняйся, дочка, рожайся, больно, блядь! Это очень больно! А, не, ну это реально забавно. В итоге мы приходим на какую-то ярмарку, где находим трупа какого-то чела. Что? Зачем? Почему он тут? Кто его убил? Нам не объясняют. Топ-контент. Кроме того, тут нас поджидает очередной скример. Ну не, это не страшно. Вот, так-то лучше. Разработчики можете не благодарить. Позже, наконец-то, мы находим наши наркотики, и объёбываемся, и оказываемся в родном подъезде, где нам так уютно и хорошо. Тут, кстати, что-то про твою маму написано. В общем, среди всего этого наркоманского бреда, мы выясняем, что пора отправляться к ведьме искать сына. Кстати, логово ведьмы было в самом начале игры, и я очень жалею, что не пошёл туда сразу. Возможно, всего этого бреда мне удалось бы избежать. Логово на деле оказывается лабиринтом, наполненным дешёвыми скримерами. Наркогринч зазывает нас в последнюю локацию игры. Спустившись по лестнице, мы оказываемся, насколько я понял, в квартире, где жили Лоррейн и Калум. На первый взгляд, она выглядит довольно прилично. Тут мы можем снова читать записки и изучать предметы, чтобы понять лучшую соль этой игры, что я считаю удовольствием довольно сомнительно. Единственное, что выглядит не очень, это кухня. Она похожа на мою кухню после вечеринок, не хватает только мёртвых шлюх. Тёма, а где мухло? Вот же оно у пацана вместе с закусончиком. Самое плохое, что решили сделать разработчики в этой игре, это затянуть последнюю локацию, хоть это немножко имеет смысл. Спустившись вновь по лестнице, мы оказываемся в той же самой квартире. И так сделать нам предстоит несколько раз. Мы находим всё новые предметы, чтобы выяснить новые подробности. А вокруг всё становится всё более и более мрачным. Из записок и предметов мы сможем понять, что Ларейн постепенно ехала крыша. А потом мы находим в холодильнике Шила, и тут нам открывают дверь, которая прежде была закрыта. Мы заходим в неё и... Нихуя не происходит! Через какое-то время мы просто выходим обратно. Отличный ход. Всё вокруг становится ещё более мрачным, какие-то непонятные люди висят на потолке, а мы всё думаем, когда же это, блядь, закончится? Но наше мучение, наконец, заканчивается. Пройдя в очередной раз в эту же самую дверь, мы оказываемся совершенно в другом помещении. Порыскав там какое-то время и не найдя, конечно, ничего интересного, мы открываем секретную дверь в шкаф, которая запускает финальную кат-сцену. В конце концов, мы, наконец, находим нашего сына, который лежит без сознания, но у нас откуда-то появляется Шила в руке. За руку нас держит наркоман Гринч, который хочет, чтобы мы убили сына. И вот здесь разработчики меня удивили. Заканчивается игра тем, что Лорейн сидит в кабинете какого-то чувака, похожего на частного детектива или следователя. Он спрашивает её, где она видела сына в последний раз. Она произносит фразу из самого начала игры, что иногда она возвращается мыслями и сердцем в Атлантик Айланд Парк. Вот и всё. Конец. 80 минут ада и воли закончились. Насчёт концовки. Есть, кстати говоря, много интерпретаций. Например, что она конкретно ёбнулась из-за того, что потеряла сына в парке. Моя же интерпретация такая. Она убила сына, разрезала его на части, приготовила из него котлеты и скормила их бомжам. Всё это произошло на фоне послеродовой депрессии и потери любимого человека. В моем сердце и сознании я всегда вернусь к Атлантик Айланд Парк. Так, знаете ли, как-то красочнее. Вывод такой. Цена неоправдана высока, контента мало, геймплей скучен и затянут. Но есть неплохая графика, чипы из Чипа и Дейл, поездки на аттракционах и сюжет, который всё-таки заставляет задуматься. В общем, купил бы я эту игру бакса за 3-4, я бы на неё так не гнал. Но продавать подобное за 13 баксов это явная жадность, чем фанком в последнее время злоупотребляет. Поэтому я поблагодарю Миши из Альянса Билон Плей за то, что предоставил мне ключ к этой игре и я её не покупал. Ссылочка на его сайт, кстати говоря, в описании. Зайдите и посмотрите обязательно. Ну а я буду заканчивать. Такой вот замечательный обзор прохождения за 12 минут. Всем, кто досмотрел до конца, отдельный респект. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. А если не понравилось, то купите эту игру и играйте в неё всю жизнь. Также подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. Ну а если подписаны, то респект вам жёсткий. И до встречи в следующих видео. С вами был Мародёр 120 Гигабайт. Йоу!